МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пока хоккеисты готовятся к следующему периоду, новоуральская вещательная компания расскажет об основных событиях этого дня. Коротко о главном. Бурные овации и крики браво от новоуральских слушателей. Народная артистка России Татьяна Гринденко, ансамбль «Опус-Пост» и органист Константин Волоснов открыли органный зал в Новоуральской детской школе искусств. Подведены итоги отраслевого конкурса. У УХК признан самой активной организацией Росатома по подаче и реализации предложений по улучшениям, при реализации которых удалось сэкономить около 100 миллионов рублей. Убийство в квартире по улице Чурина сотрудники УВД дают официальный комментарий. Осторожно, гололед, городской травмпункт переполнен. Выпуск начнем с главного события для города. Вчера вечером в детской школе искусств состоялось торжественное открытие органового зала. Днем лауреат международных конкурсов Константин Волоснов провел творческую встречу со школьниками, которых интересовало буквально все. От первых уроков игры Константина на органе до стоимости самого инструмента. Сама церемония открытия была назначена на 18 часов. Ансамбль «Опус-Пост» под руководством народной артистки России Татьяны Гринденко и органистом Константином Волосновым исполнили самые известные и яркие произведения классической музыки. Игрой столичных музыкантов новоуральцы были восхищены. Зрители услышали произведения Генделя, Вибера, Пёрсела, Вивальди и, конечно же, короля органных произведений Баха. Одно из них – токата и фуга «Ре минор». «Ре минор» «Пе пролети. Ре минор». «Ре минор». «Ре минор» «Ре минор». «Ре минор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В номинации «Самая активная организация отрасли по подаче и реализации предложений по улучшениям» победителем безоговорочно признано акционерное общество УХК. За 11 месяцев этого года работниками комбината подано более 18 тысяч предложений. Из них реализовано около 15 тысяч. Экономический эффект от реализации предложений составил более 100 миллионов рублей. Преступление, получившее общественный резонанс в городе, стало предметом разговора многих новоуральцев. Убийство женщины в привокзальном районе. Вышли, да. Приходили к нам с опросом. Женщина участковая опрашивала. Ну, если мы не видели ничего, так и сказали. Сел, конечно, в шоке, что у нас такого не было раньше. Страшно становится жить. 23 ноября в 11 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение об обнаружении тела женщины 57-го года рождения в квартире по адресу Чурина 7-2. На место происшествия сразу выехала группа немедленного реагирования и следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела женщины обнаружены множественные колото-резанные проникающие ранения, состоящие в причине следственной связи с наступлением смерти. По факту, следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство в отношении неустановленного лица». И сразу по городу поползли слухи о жестокости расправы. Интернет, соцсети буквально забиты подробностями преступления. Например, только ВКонтакте порядка 400 комментариев по этому факту. Развели эти слухи и домыслы полицейские. По словам сотрудников ОВД, это было не ритуальное убийство и действовал не серийный маньяк. Следствием данное преступление расценивается как бытовое, совершенное на почве совместного распития спиртных напитков, что подтверждает факт наличия в организме большого содержания спирта. В данном случае преступление квалифицируется не как серийное и не культовое, с проявлениями каких-то религиозных проявлений. Еще одна информация от ОВД. На этот раз грабеж. 25 ноября вечером в дежурную часть полиции позвонила женщина и сообщила, что несколько минут назад на улице Свердлова неизвестный открыто похитил у нее две сумки с продуктами. Женщина рассказала, что когда она проходила мимо КСК, с ней рядом шел незнакомый мужчина. Он любезно отодвинул деревянный забор и помог ей пройти. А после схватил ее за шею и стал требовать деньги. Денег, как и золотых украшений, не оказалось. Только сумки с продуктами. Приметы подозреваемого. Рост около 170 сантиметров спортивного телосложения на вид 30-35 лет. Одет в кожаную куртку на резинке с меховым воротником темного цвета. Спортивные штаны по бокам вставки другого цвета. На голове меховая кепка темного цвета. На руках темные кожаные перчатки. Граждан, обладающих какой-либо информацией по данному преступлению, УВД просит сообщить по телефону 02-457-57-48040. Анонимность гарантирована. За предоставление достоверной информации гарантировано вознаграждение. Погодные условия на Урале не отличаются стабильностью. Настоящие морозы в середине осени вдруг сменяются дождями и оттепелью в начале зимы. Городской травматологический пункт последние две недели переполнен. Врачи не успевают справляться с потоком горожан, которые получили именно уличные травмы, поскользнувшись на ледяных, непосыпанных тротуарах. Сейчас коридоры городского травмпункта не так многолюдно. Но не стоит обманываться. В последнее время нуждающихся в оказании помощи врачом-травматологам как никогда много. Причина этому – уличные травмы. Их случаи участились в связи с обледенением тротуаров. На перекрестке строителей театральная, вот прямо тут по тротуару гололюд такой страшный. Ну и вот упал результат. Сломная рука. Ребенок упал, когда шли за другими детьми в садик, поскользнулась возле садика и сломала руку. То есть совсем не посыпано. Позвонили на следующий день, сказали, все, посыпят. Вот они посыпали, конечно. Но сейчас то же самое. И в том же районе. Это садик номер два, школа 54. Вот в этих районах там безобразие просто. Действительно не упасть на городских ледяных трассах, по-другому и не скажешь, крайне затруднительно. Официальная статистика тоже неумолима. Число травм, полученных горожанами на улицах, значительно возросло. Вот как прокомментировал ситуацию заведующий городским травмпунктом Игорь Давыдов. Увеличение травматизма за последнюю неделю было, после 23 ноября. Количество травм всего увеличилось, где-то процентов на 20-25, подсреднестатистической. Ну, это аналогичного периода за прошлый месяц брать. Причинам травм на первое место вышли внешние причины в виде падения на поверхности одного уровня, покрытого льда или снегом. Это официальная причина в ходе нездоровной классификации болезней используется. На прошлой неделе было за сутки падений таких 10-15, то период гололеда, это вот с 24 до 28 ноября, наиболее скользкие дни были, там увеличилось до 30 падений за сутки. Повреждения преимущественно ушибы туловища, грудной клетки, спины, таза, ушибы кисти, переломы, нижнего конца лучевой кости. Понятно, что за один день проблему ледяных тротуаров не решить. Однако, судя по многочисленным отчетам городских коммунальных служб, в городе все почищено, тротуары посыпаны песком. На деле ситуация другая. Мы будем следить за развитием событий и информировать горожан обо всех изменениях. Альбина Бабкова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Четверть века на службе спасения людских жизней. МЧС России в этом году исполняется 25 лет. В составе МЧС находится и Государственная противопожарная служба. В честь этой даты новоуральские огнеборцы вместе с Управлением образования и Учебно-методическим центром развития образования стали организаторами городского конкурса «Агитбригад». Когда спасаешь человеческую жизнь, эмоции остаются за кадром, за экраном. О профессии спасателя говорили те, кто знает об этом не понаслышке. Специалисты МЧС вместе с Управлением образования и Учебно-методическим центром впервые в Новоуральске провели конкурс «Агитбригад». Молодое поколение за мир без чрезвычайных ситуаций. Управление образования не могло обойти стороной. Такое мероприятие подхватили инициативу и совместными усилиями сделали это мероприятие, которое, надеемся, будет очень зрелищное, красивое и станет традиционным. Мальчишки и девчонки с удовольствием приняли участие в городском конкурсе «Агитбригад». Он проходил на базе 49-й школы. Сразу 13 команд заявились на конкурс. Это говорит об интересе и желании юных спасателей в будущем стать настоящими профессионалами. Задания были несложные. Были разные всякие конкурсы по надеванию пожарной части. Для меня эти занятия были не очень сложные. Я считаю, что нам нужно быть военно подготовленными, так как мы могли отстаивать честь своей страны, если мы пройдем куда-то дальше. И если мы пойдем в армию, чтобы мы уже что-то могли делать. Ярко, интересно и позитивно прошел первый конкурс «Агитбригад». Первое место заняли юные спасатели из деревни Починок. Вторые – гимназисты. И третье место у 45-й школы. Ребята получили дипломы, подарки и возможность определиться с будущей профессией. Наталья Ребрищева, Николай Ларионов, Новоуральская вещательная компания. День открытых дверей в Национальном ядерном университете МИФИ – добрая традиция вуза. В этот день новоуральские школьники открывают для себя плюсы студенческой жизни и обучения именно в этом институте. Близко, престижно и интересно. Рассказывает Альбина Бабкова. Открытый в далеком 1952 году МИФИ сегодня входит в состав одного из вузов, который составляет элиту российского образования – Национальный исследовательский ядерный университет. Значит, у выпускников школ есть уникальная возможность получить престижное высшее профессиональное образование и диплом Московского университета, не покидая Новоуральска. За время существования вуз подготовил более пяти с половиной тысяч специалистов. Передовые технологии – визитная карточка НИЯУМИФИ. Начиная с нынешнего года и особенно в будущем году у нас будет очень развита сетевая форма обучения. И там, где не хватает какого-то преподавателя с ученой степенью, доктора наук, кандидата наук, мы можем восполнить его отсутствие преподавателями головного МИФИ или другого филиала, который может помочь нам в этом деле. Потенциальные абитуриенты узнали, что выпускников МИФИ, как мы привыкли его называть, готовы трудоустроить не только на предприятии атомной отрасли города, но и на крупнейшие предприятия Росатома и военно-промышленного комплекса Уральского региона. Ведь сегодня Новоуральский вуз – это колледж, институт аспирантура и Уральский центр подготовки кадров. Недалеко от дома, то есть это очень большой плюс, меньше затрат на дорогу, вообще на обучение. То есть у нас самая дешевая стоимость получается за семестр и в городе, и по сравнению с Екатеринбургом. Здесь индивидуальный подход к каждому студенту. То есть мы как дома, как в школе с нами. Не приходится искать преподавателей, да, преподаватели ищут нас сами. И нет трудностей в обучении, плюс всякие культурно-массовые мероприятия. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин – Новоуральская вещательная компания. На этом информационный выпуск завершен. Далее смотрите продолжение хоккейных баталий. А я желаю вам только хороших новостей и отличного настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова